Беден как ребенок Беден как ребенок МОД оценила щедрость соцзащиты детей в мире 1. Газета «Коммерсант» номер 23 от 8 февраля 2019 года, СТР 2. По данным Международной организации труда, МОД, уровень детской бедности во всем мире вырос после мирового финансового кризиса в несколько раз Его снижение потребует существенного расширения нынешних систем детской социальной защиты Сейчас в мире ими охвачены только 35% детей, а совокупные расходы на выплату пособий не превышают 1,1% мирового ВВП Только 35% детей в мире имеют доступ к соцзащите, при этом половина из них живет в бедности, а 1,5% в нищете Такие данные обнародовал МОД совместным с ЮНИСЕ в докладе Детская бедность в нем рассчитана с учетом черты бедности на основе паритета покупательной способности Составляющей 1,90$ в день По оценке МОД, сейчас в 27 из 29 стран АЭСР детская бедность выше 10% И только в Дании и Финляндии она не превышает 5% Существенный скачок, по словам исследователей, показатель сделал после 2008 года в Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Греции, Венгрии, Люксембурге, Мальте, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции В результате каждый пятый ребенок в мире живет в крайней нищете Менее чем на 1,90$ в день по паритету покупательной способности ППС, почти половина детей в умеренной бедности Менее чем на 3,10$ в день В среднем же дети оказываются в условиях крайней нищеты вдвое чаще взрослых Почему победа над бедностью требует ее модернизации Чуть больше трети, 35% Всех детей в мире охвачены социальными пособиями Но показатель сильно варьирует от 87% в Европе и Центральной Азии до 16% в Африке В США пособия получают 66%, в Азии 28% Из 180 стран, анализируемых в докладе, 72 не имеют никаких мер соцподдержки детей Из 108 стран с периодическим пособием на ребенка или семью 31, 22 из них в Африке Законодательно ориентируют их только на тех, кто отвечает условиям соцстрахования Что может ограничивать доступ к пособиям наиболее бедных семей Еще в 40 странах схемы соцподдержки детей охватывают лишь небольшую часть населения И, что важнее, не всегда наиболее нуждающуюся в помощи И только 23 страны, в основном в ЕС, предоставляют нуждающимся семьям с детьми универсальные пособия В результате, хотя сейчас дети до 14 лет составляют 26% мирового населения На их нужды государствами через пособия тратится только 1,1% мирового ВВП Минимальные расходы на пособия зафиксированы в Северной Африке 0,1% ВВП Доля детей среди населения 32% Максимальная в странах Чехоокеанского региона 2,7% ВВП Дети 23,3% В Европе и Центральной Азии они составляют 2,2% 17,2% В Восточной Европе 1,1% ВВП Доля детей 16% Минтруд пересчитает малообеспеченных россиян в регионах На таком фоне представлены и ранее ранг Хикс оценки детской бедности в России выглядит позитивно Хотя в силу различия критериев оценки бедности Прямо сопоставить данные по РФ и миру невозможно С точки зрения стандарта ООН детская бедность в России почти отсутствует В России 25 миллионов детей в возрасте до 15 лет Уровень абсолютной монетарной бедности среди них 22% В 1,5 раза выше показателя среди населения в целом Уровень существенной материальной депривированности детей составляет 4,7% Что в 1,6 раза выше, чем для населения в целом 21% детей проживают в домохозяйствах Имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате ЖКХ Арендной платы или кредитов Тот же показатель для всего населения РФ составляет 14% 18,4% детей проживают в семьях Которые не в состоянии оплачивать ежедневные расходы В целом по РФ 12% Методология расчета детской бедности условна Она де-факто нормирует бедность по доходам бездетных домохозяйств Поскольку наличие в них обыкновенно незарабатывающих детей уменьшает доходы родителей Но социальная политика в РФ почти не оперирует понятиями детской бедности и домохозяйства Что, впрочем, скорее выгодно отличает ее от европейской Перераспределение в пользу детей в России умеренно Совокупные расходы РФ на семейные и материнские пособия Косвенно поддерживающие детей Не превышают 1% ВВП Анастасия Манулова Анастасия Манулова